Привет, дорогие друзья! Очень много интересных событий произошло за последние дни. И, пожалуй, самое важное это то, что вчера на утреннем оперативном совещании глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что утром в 8.45 строительство газопровода Северный поток-2 было полностью закончено. Таким образом, уже в этом году по этому газопроводу будет поставлен первый газ на европейский рынок. Теперь уже всем стало понятно, что Россия получила мощную инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью обхода Украины. А теперь можно вспомнить заявление и Порошенко, и Зеленского, что они не допустят окончания строительства Северный поток-2, что этот проект заведомо провальный и так далее. Но, как говорится, не так сталося, как гадалося. Ну а Зеленский сам назвал российский газ вонючим. Так что, раз он вонючий, то теперь пойдет в Европу не по украинской трубе. Ну а теперь давайте вернемся к событиям в Украине. И сегодня мне хотелось бы поговорить о просто позорном поведении некоторых народных депутатов из провластной фракции «Слуга народа». Те, кто давно смотрит мой канал, помнят, что у меня на канале была когда-то рубрика «Крысы Майдана». Но времена поменялись, и многие мои зрители обращались ко мне, что, мол, пора уже начинать вести новую рубрику касаемо неадекватных представителей партии «Слуги народа». Ведь мы с вами знаем, что многие «Слуги народа» попали в Раду чуть ли не с улицы. И, как оказалось, кого там только нет. И насильники, и бывшие бандюки, и тамада, и фотограф, и недалекий фермер. Короче, получилась такая сборная солянка, не вменяя их представителей партии «Слуги народа». Но поскольку некоторые из них на этой неделе конкретно отличились, то начнем с народного депутата «Слуги народа» Юрия Кривокобылка. Вижу, как многие из вас задумались и сейчас скажут мне, что вроде нет такого депутата среди «Слуг народа». Оказывается, есть ребята. Только все почему-то называют его Юрий Камельчук. Хотя, по-моему, фамилия Кривокобылка ему лучше подходит. Чем лично мне запомнился этот депутат? А тем, что он всегда на различных телешоу старается кричать на своего оппонента. А иногда не только кричать. Он на телешоу любит подойти вплотную к своему оппоненту и погружать, и поускорблять его. Даже иногда предлагает выйти разобраться. А знаете, почему он так себя ведет? Потому что он прекрасно понимает, что никто его даже пальцем не тронет. Ведь у него депутатская неприкосновенность. А кому охота из-за дурака попасть под уголовную ответственность? Но он сам, этот Камельчук, как оказалось, даже слышать не хочет о своей настоящей фамилии. Нагадаю, моё имя Юрий Камельчук. По буквам продиктую. Запамятайте, моё имя вы будете учути очень долго. Почему я решил начать с этого Кривокобылка? Потому что он очень отличился пару дней тому назад. Но об этом чуть позже. А пока давайте всё-таки дадим слово журналистам. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы ставитесь до своего коллеги по фракции Юрия Кривокобылка? У меня нет такого коллеги по фракции. Есть таких. Есть таких. Есть такие Кривокобылки. Видно, что его коллеги по фракции только улыбаются на вопрос журналиста. Они ведь прекрасно понимают, о ком идет речь. Добрый день. Скажите, что я даду тебе депутата Кривокобылка? Это не так. Он же Камельчук. Да, и здесь эта фамилия, кроме улыбки, больше ничего не вызывает. Как вы ставитесь до депутата Кривокобылка? Я, наверное, не знаю столько. Близ вас сыны. Юрий Камальчук. Ну ладно. Видно, не хотят его коллеги признавать его настоящую фамилию. А теперь давайте послушаем, как отличился этот народный депутат. Глава высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявила, что в августе впервые за все время работы получила предложение от одного из народных депутатов выбрать конкретную меру пресечения подозреваемому. Об этом она рассказала в интервью «Интерфакс Украина», отвечая на вопрос, обращались ли к ней как к председателю суда с просьбой содействовать к рассмотрению дела для конкретного результата. До недавнего времени нет, и так должно быть, но в августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне как к председателю суда с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства по идентифицированному им лицу, сказала Танасевич. Как того требует закон, я немедленно обратилась в высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия, добавила она. На сайте высшего совета правосудия сообщалось, что депутатом, который обращался к Танасевич, был слуга народа Юрий Камельчук. Это вам яркий пример того, как какая-то мелкая шелупонь, дорвавшись до власти, думает, что он царь и бог, и, как говорится, вершитель людских судеб. Вот такое щепушило, почему-то подумало, что может даже вместо суда самолично определять меру пресечения для подозреваемого. Ну а теперь давайте поговорим о еще одном ставленнике президента Зеленского, об губернаторе Запорожской области. Оказывается, в этом году было очень мало отдыхающих на Азовском море. Почему мало? Потому что весь морской берег и вся пляжная территория оказалась усеянными дузами. И в воде их было так много, что просто невозможно было купаться и плавать. А теперь давайте послушаем губернатора, кто, по его мнению, в этом оказывается виноват. Глава Запорожской областной госадминистрации предложил выставить России счет за сорванный медузами курортный сезон. Основная причина размножения медуз в Азовском море – повышение солености. Это происходит в первую очередь из-за того, что в море попадает меньше пресной воды из рек. Наибольшие потери идут с Кубани и Дона, где воду из рек разбирают на полив. Как этот губернатор еще не сказал, что это Путин дал команду медузам оккупировать все пляжные берега на украинских пляжах. Вот иногда смотришь на этих вставленников Зеленского и думаешь, вот где он находит таких, извините за выражение, долбодятлов. Ну и, конечно, нельзя не сказать еще об одном любимчике Зеленского – депутате Коли Тищенко. Я уже, честно говоря, начал забывать, что есть такой народный депутат. Ведь он раньше периодически напоминал о себе своими дурацкими выходками, своей тупостью и своими смешными ответами журналистов. А тут раз и пропал куда-то. Но, как оказалось, ненадолго. Итак, вчера вышло расследование СНН про срыв с Зеленским спецоперацией «Вагнер», в которой принимало участие ЦРУ. Из-за действий Ермака и, скорее всего, указаний Зеленского, мы не смогли задержать 29 боевиков. И об этом решил с трибуны рассказать народный депутат Гео Лерас. Пане Зеленский, вы можете сколько угодно призначать своих друзей, знакомых на керевные государственные посады, но вы перетворяете эту страну на мафию, на филиал мафии. Доброе, что есть такие люди, как пан Тищенко. Вы увидели, как сразу подбежал Колин Насос, он же депутат Тищенко, и, применив физическую силу, теснил Гео Лераса от трибуны, не давая возможности ему выступить. Понятно, что силы были неравны, и мне в этой ситуации Гео Лераса было просто жаль. Ну, а что Тищенко? Очень хотелось бы сказать о нем много слов, но, к сожалению, Ютуб запрещает применение подобных выражений. Вот так вот, ребята. Ну, а я, конечно, подумаю над названием новой рубрики про наших слуг народа. А на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok